привет а сегодня у нас утро начинается со сбора урожая в этом году у нас очень много вишен это первый год как столько вишен видите вообще остальные года ну так чуть-чуть было там какую-то это пол ведра максимум со всего было вито там чуть собирала ее снизу я лестницу даже не ставил ничего не это а тут он будет довольно много сейчас весь низ без лестницы по собираю а потом уже полезу наверх вот так что будет у нас наверное вишневая наливка вишневая наливка это самое вкусное вот когда-то делали но мы покупали потому что своей вишни практически не было в этом году он смотрите красота какая так что будет много ну вито варенье там поварит еще вишневая тоже вкусное так что приступаю он не уже начал чуть-чуть тут срывать снизу спите вот так несколько ведер явно будет а а а а а а а а а авито он там черешню перебирает вот у нас черешни то нету где-то там что то есть на ней там ничего практически вот нету и сосед угостил черешней я ему лестницу давал они собирали там так что тоже что-то приготовит ну а я собираю вишню срываю ну всего ведро нарвал вот так еще одно наверное будет два ведра неплохо вообще-то привет а сегодня уже обед ну и день очень прекрасный и вот видите где у меня лексус а где москвич и я вот где-то час назад вернулся с райцентра ну явно же на москвичи ездил надо было кое-что скупиться с лексусом будем ремонтировать радиатор все остальное нормально с москвичом тоже как бы все нормально съездил без каких-либо проблем и скупился надо же было сахар купить у нас тут есть сахар вообще-то ну надо было в аптеку ехать и кое-что другое а для лексуса надо было купить я пока радиатор не поменял на всякий случай тоже купил но уже холодная сварка называется есть как пластилин а есть жидкая как эпоксидка выдерживает до 150 градусов и написано для протечек ну ну короче для вот этого применения не по-любому радиатор надо будет снимать на станцию я похоже гнать не буду вот посмотрю что с ним заделать не заделать и пока придет новый посмотрим может и и поездить говорят что и несколько лет даже вот так ездят ну если нормальное средство посмотрим не знаю заказывать то надо менять то будет надо поэтому это позже вчера же я рвал вишни и нарвал три ведра и не все даже дорвал устал даже можно сказать я почти целый день занимался и там еще вишни остались он там вдалеке ну туда долезть и тяжело вот то что можно было я по обрывал но там еще одно где-то ведро будет то есть у нас читай четыре ведра вишен одно ведро витра вита сидит колупает косточки уже не знаю целый час наверно выколупает будет там делать варенье пастилу или еще что-то и два ведра вот вот я сейчас буду делать наливку не настоянку настоянка не совсем нам нравится а вот наливку это принципе делается практически как вино оно должно само перебродить а потом можно добавить чуть-чуть алкоголя водки добавляются ну там какую крепость хочешь и она очень приятное не запах алкоголя и так далее а наливка ну это в принципе как ликер считай там наполовину почти водки на добавляют градусов под 20 получается это крепкий уже более напиток тот просто вишни добавляется сахар и заливается водкой вода вроде даже и не добавляется ты где-то месяц-полтора и можно использовать но я уже перечитал опять рецепты и мы уже делали делали ну всегда делали именно как вино оно должно перебродить клапан там ставится и так далее у меня он крышки видите с водяным затвором вот есть трубку ставят ну без разницы и я делаю точно так же оно должно перебродить потом пробуется и добавляется немножко алкоголя для крепости может быть потом еще она постоит и в конце когда я уже сливаю вот это все я еще немножко добавляю сахара уже чистый сок без этих вишен вот добавляю немножко сахара она потом опять чуть-чуть дображивает еще и как раз и алкоголь после вот это уже добавляется и потом она постоит еще где-то недельку-две не вот такие напиток но у нас вишен практически не было я же верю вот это первый год что получилось и все делаю четко по рецепту он взвесил сахар даже мелкие весы при но эти вроде до двух килограмм не знаю взваживают я взвесил сколько пол-литра сахара весит а получается что практически и полкило она и весит вот банку естественно же отнял засыпаю в бутыль и уж надо засыпать где-то на дно уже засыпал пол-литра сахара вот сейчас засыплю где-то так вишен ну может меньше потому что сахара потом сахара насколько пишут где-то 400 грамм на килограмм водички еще грамм 200 300 туда ну что практически покрыло и оставить же надо воздушный промежуток потому что будет бродить будет пена там само собой ну вот так наверно надо чтобы было вишен тут еще водичка будет может сахар вот так и вот так надо короче пишут в бутлях до начать начала сужения вот так засыпается и я уже взвесил из сахаром и сам этот сколько в три килограмма получилось там полкило сахара с этим и сейчас засыплю так вишен сколько тут войдет естественно я не знаю я потом взвешу буду знать сколько вишен и сколько мне добавить сюда сахара ну плюс потом водичка и все ставлю эти водяные затворы и в тепленькое местечко ну в комнате кондиционер мы включаем тут потому что жара на улице 30 градусов погребе не годится значит у нас прошлый раз был в ванной комнате там есть место за ванной и там стояли эти бутли и у нас они потихоньку себе как говорится бродили и вот токенная наливка была но сейчас он три бутля есть есть у меня еще два побольше это вроде 10 литровые а есть два 20 литровые но там горлышко поменьше и на них там были пробки с трубочками но где-то где-то у меня нету поэтому я решил вот такие а два ведра будет у бедре кстати 7 килограмм получается вишен но не в этом я набирал другое 10 литровые то вроде больше не ну вот полная так практически чуть-чуть горка взвешивал ровно 7 килограмм я думаю два ведра как раз сюда и войдет и потом еще дорву еще там ведро целое будет и вот там тоже у нас есть вишня ну там еще она не совсем поспела тут больше солнца там больше тени поэтому там еще поспеет не знаю сколько там будет купил 20 килограмм сахара нам хватит и вики хватит вот она он там что-то делает видите не едите видите видите он колка лапает к лапает он она колупает вот такой какой-то шпилечкой потому что есть и вот такая штука ну идею дольше и не очень удобно я в принципе мы вчера вдвоем даже колупали вита так а я вот этой штукой и в две руки было быстрее а вот это вита еще целое ведро доделывает вишень она хочет половину на варенье а половину пастилу сделать прошлом году делала яблочную пастилу то такая офигенная вещь мы съели очень быстро а сушится у нас вот здесь на террасе там такое офигенное солнце вита там накрывала потом еще мальчику или что чтобы осы там или еще что-то туда нету и там отлично она высохла буквально за пару дней но не знают уже точно сколько но вещь получилась оттекенная но был то было яблочная вот это она хочет сделать еще вишневую ну а половина будет варенье хотя варенье у нас еще с прошлого раза осталось там пару баночек наверно мы варенье не очень сильно едим но еще будет вот так вита там еще и заморозила даже вишню вроде у нас еще и осталось пошло года замороженная тоже что-то делала ну еще один пакетик вроде остался ну еще мой чуть заморозить вот так ну ладно продолжаю я заделывать вот это все окончательно покажу потом сейчас как я засыпаю не я засыпаю как я засыпаю я не показываю как я засыпаю вишни 8400 там ну солнце но он если видно все потухло 8400 3 килограмма исходного весила значит получается 5 с половиной пять с половиной значит это мне надо по полкила на килограмм это два с половиной еще где-то 250 грамм ну 200 грамм но там по 400 пишут и либо по полкило на килограмм то есть у меня получилось пять с половиной если по 400 грамм это два с половиной то есть пол литра полкила сахара там уже есть еще сюда надо два вот две баночки сахара и водички сейчас тоже пересчитаю сейчас залью покажу еще ну один бутыль готов все по рецепту как пишут а нуж сок само собой пустит свишен они потом всплывут еще наверх вот так сахар растворится и думаю все отлично и как раз вот осталось с этого ведра то есть ушло сюда где-то две трети ну и еще два бутля как раз два ведра будет то что надо все водяной затвор есть и дальше через несколько дней начнется брожение вишни ни в коем случае не мыть потому что там на поверхности точно так как и виноград мыть нельзя когда делаете вино иначе может не начать бродить тогда будет хана поэтому вишни не моются но они чистые с дерева никуда нет лишнее и плохие естественно выбрасываются те которые подгнившие а так все нормально все процесс потом в процессе еще буду снимать флоги покажу как она у нас бродит но это явно где-то месяц будет бродить ну будет видно она уж видно когда брожение заканчивается она уже очищается здесь и перестает булькать а когда процесс в разгаре очень хорошо пробулькивает главное доливать сюда водичку чтобы воздух туда не попадал и иначе может получиться уксус а не вино дрожжевые вот эти бактерии при кислороде если есть доступ кислорода начинают перерабатывать это не в спирт этиловый а в уксус поэтому есть виноградный уксус есть и яблочный уксус и так далее это можно сказать испорченное вино это я шучу и специально же на уксус перебраживают это все дело а есть для вина поэтому почему ставят этот затвор тут скапливается углекислый газ ну кислород который тут был с воздухом потихоньку выйдет и дальше будет только углекислый газ кислорода не будет и будет брожение на спирт на повышение крепости а если будет доступ кислорода сразу будет брожение на уксус вот такая химия как говорится ну все это отношу уже ставлю и заделаю точно так же два остальных бутля вот как бы и все с нашей первой партии вишневой налилки вот здесь она будет у нас и стоять эти они отлично помещаются и прошлый раз мы тоже так делали и виноградное вино здесь тоже было тут он еще одна баночка поместится и там еще поместится парочку если на то пошло и здесь кондиционер мы там включаем для прохлады здесь летом постоянно так на проветривание открыто окно здесь особо и не жарко и не холодно потому что там мы включаем кондиционеры там на 21 градус считай включено потому что на жаре жарит 30 чем-то тут приходишь охлаждается на 22 как бы даже не очень хорошо ну если находимся больше времени там то включаем на 22 вот так а здесь у нас летом окно постоянно и ночью и днем вот так стоит на проветривание и на улице видите 40 градусов ну понятно солнышко повернулось нагрело конечно а так реально где-то 30 31 32 в тени я уже смотрел когда солнышко еще сюда не светило вот так ему тут комнате здесь градусов 25 26 наверно точно есть вот так здесь вот нормально оно пустит сок сахар растворится ну через пару дней думаю начнет уже пускать бульки ну будем наблюдать так что вот так все у нас нормально смотрите канал трепанация подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии что нравится что не нравится по возможности отвечаю и все будет добре и слава украине